здравствуйте уважаемые коллеги знаете вот есть такое расхожее выражение практически крылатые у человека каша в голове сейчас говорят там у студентов каша в голове у наших людей политика там америка трамп клинтон прочь и каша в голове вот смотрите вроде бы такое расхожее выражение ничего плохого такого что в каши в голове в голове конечно нет каши но каша гречневой каши такое однородная некая суспензия щита каша пища наша тут перемешаю она все останется кашей ну скорее правильнее другое говорить вот селедка под шубой в голове селедка под шубой это очень тщательно к блюда делается аккуратно слоями хозяйка все заливает майонезом а вот перед тем как подать на стол на аргусе перемешивать и отжрите так вот скорее можно говорить селедка под шубой которые зачем-то исказили перемешали вот такая каша в голове действительно у многих людей сейчас существует и у студентов бывают каких-то науках там полная каша селедка под шубой в голове даже более правильный образ что еще там перемешал вроде все правильные ингредиенты да но они так неправильно лежат не системно что просто ужас так что селедка в голове под шубой в 1888 году в городе болонья исполнялось или исполнилось 900 лет самому старейшему университету европы болонскому университету казанской университете ученый совет поручил ректору кремлеву и доценту усову составить адрес приветственный на итальянском языке так было написано в протоколе ученого совета и ехать болонью поздравить старшего брата с его юбилеем я представляю как долго пришлось уламывать ректора и доцента бросить все лекции свои научные занятия и тащиться какую-то глушь черту нурага в болонью поздравлять какой-то там болонский университет но съездили поехали они же не знали что через сто лет этот младший брат или старший брат придет нашей палестины грубозримо в виде болонского процесса сейчас уже забыли слова забыли до германии еще саботирует от болонский процесс чисто европейское такое явление в канаде в японии не знают но дело в том что через сто лет 1988 году до болонской декларации до всей этой шумихи ну тысячелетие уже праздновать болонского растет а там собралось 250 ректоров ведущих университетов европы из российских в том числе но мужики подали наверно по случаю на банкете искать ребят давайте помогу составим такой как бы то что стандартизуем но увяжем единый 5 европа объединяется шенгенский процесс границы исчезают везде может быть ездить даже россии как-то уже ближе к нам присоединяется а получается что в англии называется бакалавр да во франции лицензиат гербан обладает диплома а вас у русских вообще непонятно вы четыре года считаете незаконченное высшее образование давайте договоримся будет называться бакалавр четыре года у всех сохраняется система образования свои изюминка у каждого университета у каждой страны не надо ничего там ровнять но сделаем общий такой вкладыш к диплому ну показаний человек понравился на аэродинамика в каиды у него есть деньги у родителей есть знание языка и он едет в германию поучиться на полгода на родину аэродинамики в гитингенский университет получается в кредитах с оценку свою свой русский диплом но германскую оценку его диплом становится как более ценным более престижным вот это собственно имели ввиду эти 250 человек подписали вот этот назывался всеобщей харти университетов а где-то лет через десять уже собрались министр образования балонская декларация там еще пражская декларация была а до нас дошло все все понеслось у нас все плохо все уничтожим все обкорона им поняли так отрезать год обучение к чертовой матери и что там получится сейчас в принципе везде так от реформируем а там посмотрим что получится все в мире реформы идут так а вот германцы говорят а мы его саботируем балонский процесс будем еще скороспелых специалистов готовить когда у нас такие по ногах и традиции мы сами знаем как надо учить мы тоже сами знаем да вот к этому надо стремиться уважаемые коллеги вот в истории нашей высшей школы были такие два уникальных вуза можно сказать московский инженерно-физический институт но он собственно создавался специально под космический проект собственно практике ведущие ученые там и преподавали готовили себе смену сотрудников и московский инженерно-физико-технический институт физтех это податомный проект мы преподавали там такие нобелевские лжиаты киты академик семенов копийца ландау многие другие интереснейшие ученые вот и вот там ну все-таки физика обучение до математика естественно это было но копийца наставил и все так было внедрено что физик должен знать три языка английский французский немецкий но не свободно как нынешние фантазеры говорят а на уровень свободного чтения научных статей журналах трех ведущих стран которые физик обязательно просматривать читать уметь прочитать понять смысл вот но вот однажды ученом совете математики подняли голову говорят математика царица всех наук а нам часов не хватает мы хотели бы еще вот это вот это вот это преподавать а что сокращать тогда физику как физтехи сокращать физику недопустимо на арксист-ленинскую философию тем более недопустимо языки до капица просто убьет за такое предложение вот чуть ли физику вроде надо немножко урезать математика же царица всех наук тут дремлющий петр леонидович капица просыпается открывать один глаз и смотрит на нобелевского лауреата семенова говорит коля помнишь мы у лезерфорда в англии работали лезерфорд по моему из всей математики знал только высшую алгебру говорит точно только высшую алгебру а луи де бройль он и алгебры даже не знал но был великим физиком после этого диалога математики сняли свое предложение увеличить число часов за счет физики вот такой был уникальный университет он и есть собственно уважаемые коллеги еще раз о теме камильфов в речи в культуре речь в произношении то я уж не говорил что сейчас почти сплошь и рядом путают слова до надеть и одеть вот надеть что-то можно на себя надеть пальто а вот деть можно ребенка на прогулку и вот я одел куртку куртку не одевать ее надевают или эти более сложные выражения на прошу любить и жаловать ну такое 19 века как представляет человека прошу любить и жаловать кто-то уже от произнес прошу любить и жаловаться кому жаловаться на что прошу любить и жаловать или что-то такое как там имеет место. Это, по-моему, Жванецкий когда-то давным-давно сказал. Имеет место быть. Вот такую одесскую фразочку вернул. Говорит, имеет место ошибка в расчетах. Быть — это слово лишнее. Имеет место, так всегда говорили. Нет, сейчас имеет место быть и слово чуть ли не словарное выражение уже. Это неправильно. Еще хуже с какими-нибудь заимствованными словами латинскими. Ну, стадион все правильно произносят. Откуда происходит это? Слово стадий. Ровно круг вокруг футбольного поля бегает на 400 метров. Вот это один стадий — 400 метров. Это скорее футбольное поле, но потом вписывался в древний стадион от слова стадий слова стадион. Один студент, добросовестный, отличник, написал в своей работе слово «координально решить». Он не кардинально, а координально от слова «координата», видимо. Но пришлось пояснить, что слово «кардинально» происходит, а кардинал то же самое ватиканский. От слова «кардос» — латинское слово, то есть означает «главный стержень». Кардос — значит «главный». Выше кардинала только Папа Римский. И вот «кардинально решить насчет чего-то главное четко вот кардинально но никого ординально то есть этого и 1 к 1 человек как случайно услышал то что он сказал скурпулезно уже скурпулезно к этому отнестись правильно скрупулезно тоже латинское слово скрупул этого мира веса одна целая сто тридцать семь тысячных грамма вот в нашем измерении и скрупулами вот аптекаря мерили до алхимики какие-то вещества добавлять чтобы получить философский камень скрупулы и в то же время таких в малых мерах вес есть карат драгоценные камни меряют вешают 0,2 грамма это плоды семечки вернее рожкового дерева они отличались тем что у них один одинаковый вес 0,2 грамм и древние ювелиры еще и как гирьки использовали что здесь сколько алмаз весит там бриллиант значит карат это 0,9 граммов каратах вот меряют драгоценные камни и вот когда в песенка была какая-то дурацкая да у тебя глаза два бриллиантов три карата 3 карата 0,6 грамма что-то глаза то маловато у девушки нечем нам восхищаться такие слова как скрупул стадион карат они пришли к нам из других языков из других цивилизаций но их тоже надо произносить правильно уважаемые коллеги вот этот нынешний шабаш который сейчас строится с науки в вузах доты требования печататься цитироваться декса хирша там и все еще прочие прочие вещи но приводит тому что люди часто опасаются да да я публикую где-нибудь да но это моей интеллектуальной собственности это будет кем-то использоваться украдено будет одни как не защищено не запатентована и вот этот уровень патентной культуры особенно у наших начальников которые управляют нами или думать что управляют настолько низок что сейчас до сих пор ну журналисту простительно пусть на технаре уже нельзя так говорят вот ноу-хау нашей фирмы мы покажем сейчас ноу-хау ноу-хау знать как это старинный патентоведческий термин то есть ноу-хау это информация экономического инженерного там организационного и финансового характера который не защищается охранными документами и не публикуется открытой печати то есть изобретение она запатентовано но есть некий секрет который я спрятал сейф через 50 лет когда срок патента истечет можно еще раз продать еще вот все по патенту а надо еще такую тонкость это разрешается это можно продавать поэтому сама уже культура патенток дау-хау я вам покажу за секрет на это нельзя показывать это полвека хранят сейфе вот и вот с этим просто вспомнилась история я и слышал еще как раз в институте патентной экспертизы москве на бережковской набережной еще молодость там ездил на семинар и вот там заместитель председателя госкомитета по делам изобретения открытий рассказывал своей практике он закончил ленинградский политехнический институт вот и ну встречаются выпускники через какое-то время каждые пять лет мы тоже встречались и приехал один наш однокурсник из югославии советские времена тоже учился он там закончил и ну как как дела там югославии на стране все-таки интересно говорит ну как как мультфильме про кешу попугая да у меня все прекрасно и пью джу сранжат у меня много друзей машина volvo свой дом в отпуск я езжу в швецию машину сдаю в профилактику мы там на северных курортах чем не отрядчик у меня и так дома я в швеции езжу отдыхать мне машину делают за месяц почти новую я выезжаю обратно это как-то зарабатываешь у меня есть своя фирма консультационная фирма я консультирую строителей мостов гидротехнические сооружения плотины так далее в африке в азии там тоже много строится ну все говорят отлично молодец вот это как ты консультируешь такой комитет когда ты учился в наш ленинградском политехе ну ты кроме как выпить и насчет девушек в общем ни в чем больше не преуспевал как ты можешь консультировать это я очень просто и выписываю наш родной журнал ученые записки ленинградского политехнического института а там наши профессора любимые пишут публикует свои статьи с новой разработки расчеты и так далее это все не секретно это все не дошиво стоит я выписываю просто меня присылают и по этим журналом по их разработками я консультирую азиатские африканские и прочие фирмы по строительству гидротехнических сооружений ну что такой интеллектуальной собственность и у нас до сих пор эта культура что это можно продать что это нет тем более еще и вынуждают ты плохой ученый ты плохой преподаватель ты он четыре статьи за год не публиковал и свои секреты интересные разработки не выложил открытую печать потому что нельзя ну а скажешь есть всем секретные оборонные разработки так хоть есть службы которых следят за этим и тому кто-то может ляпнуть так вот в погоне за публикациями а другой стороны ребята разве можно за год напечатать четыре серьезных статьи каких-то новых интересных в науке что-то новое открыть такое да получают перепевы одних и тех же может интересных выводов но одних и тех же издевательства типа контракт на один год даже придирки сколько вы опубликовали как я лекции читает никто не интересует а вот сколько бумаги испортил очень интересно а там дайте сибирса бесплатно можно отдать очень многие интересные перспективные разработки туда где ребята очень хорошо умеет отслеживать и класть в карман также как с патентования в россии можно патентовать а потом прочитать японском журнале свое изобретение в японии же быть не патентовали и в их научном журнале появляется ваша схема разработка формула то есть это все сплошь и рядом и сейчас творится как в кругу друзей не щелкай клювом она заставляет щелкать клювами уважаемые коллеги продолжаем разговор о казанских улицах тоже одна из магистральных знаменитых известных больших улиц казани улице николая ершова тем более она очень для меня родная там все свои студенческие годы общежития прожил на этой улице николай ершова и памятник ему стоит сохранился кто это был такой ну прапорщик генерал ершов на памятке написано военный руководитель герой вооруженного октябрьского восстания в казани тут такая интересная вещь тоже судьба типичного для того поколения на он мариец национальности на первой мировой войны был призван на фронт ну там не показал себя толковым человеком его отправили в школу прапорщиков как ускорен офицерские курсы прапорщика что-то вроде младшего лейтенанта сейчас вот и вот в звание этого прапорщика вон там в горе в госпитале друг деда сближается с большевиками перенимает их идеологии и прочее установить сам членом большевистской партии вот и вот он оказывается в казани и как раз вот эти вот интересные события происходили до что по 25 октября или 7 ноября по новому стилю ну там в кино это был что штурм зимнего дворца огромные события но не так было шикарно ну да вот как бы большевики взяли власть это в ту же ночь ленин объявил что социалистическая революция необходимости который все время говорили большевики совершилась практически в те же минуты в здании нынешней ратуши тогда и было дворянское собрание прапорщик киршов объявил что в казани социалистическая революция совершилась установлена советская власть а сам в москве бои с юнкерами шли еще две недели пока окончательно большевики во второй столице россии тоже не установили свою власть кстати что интересно это федеральская революция там собственно говоря в буржуи сделали офицеры многие генералы предали царя свою присягу собственно говоря или царин у себя и жил может быть кого-то на юнкера мальчишки курсанта военных училищ в первую очередь они сопротивлялись до последнего бы оставаясь верной присяге но проиграли идет прапорщик киршов потом был назначен начальником казанского военного округа это несколько губернии у него входило и собственно вернулся был таким военачальником в красной армии был ему все время 25 лет когда он прозгласил советскую власть казани это было синхронно сделано в петербурге и в казани другой столице и других городах гораздо дольше процедура происходило вот потом он ну как бы из армии ушел мечту осуществил он стал экономистом работать идет на дальнем востоке двадцать восьмом году попал автомобильную катастрофу и так погиб но собственно говоря через 10 лет после революции дальше было 35 лет всего но такой прапорщик николай ершов в честь которого названа улица в нашем городе и хорошо что она названа и что стоит его памятник другое дело что надо помнить в честь какого события какого человека что он сделал ну и тогда все будет хорошо до свидания а